Другим темам. В Новосибирской филармонии начинается фестиваль классика. В зале имени Арнольда Каца пройдут семь концертов. Выступят артисты, чьи имена известны в России и далеко за ее пределами. Первыми на сцену выйдут музыканты симфонического оркестра вместе с хором и тремя приглашенными солистами. А за дирижерским пультом итальянский маэстро Фабио Мастранджело. Дон Фабио на репетициях, как футбольный тренер на кромке поля, столько же эмоций. Тем более, что сегодня играют Карла Орфа, автора противоречивого, одного из любимых композиторов нацистских лидеров, создателя знаменитой Кармины Баураны. Естественно, ноты все те же самые, это не меняется. Ну, например, размеры музыки и так далее. Они очень сильно отличаются от нормальных, обыкновенных. В этот раз зрителям предложат малоизвестную кантату Орфа – «Триумф Афродиты». На сцене полный симфонический оркестр, 120 музыкантов. Для каждого своя партия. Она, ну, она на протяжении всего произведения, но она не сложная. А вот солистам очень сложно. В этой кантате все на высоком уровне. Для голоса – высоком в буквальном смысле слова. Мне обязательно нужно распеть низ, малую октаву, для того, чтобы звучала вся третья октава. А, собственно, в этом произведении это стоит сделать, потому что там малая октава задействована и уход туда, в самые верха. Все 60 человек в хоре тоже берут верхние ноты. Кого-кого, а певцов-композитор не жалел. Посередине кармина бурана, например, есть тенор, который изображает свинья маленькая, которая жарит, готовит и жарит. И очень-очень страдает, да, и поэтому крики такие «Да-а-а-а-а-а». За 10 дней Новосибирске сыграют 7 концертов. Будет и квартет мужского монастыря, и камерный оркестр, и даже классическая опера с джазовым органом и битбоксом. Начинают с самого сложного. Четверг. Зал Каца. 19.00. Кантата Карла Орфа. Сергей Толмачев, Сергей Жданов. Новости ОТС.